Так быстро пролетела первая часть нашего эфира, друзья мои. У нас впереди еще вторая часть, и у нас еще гости тоже будут, и мы будем много еще говорить об этом, будем молиться. Но сейчас я хотел бы зачитать несколько свидетельств, которые вы присылаете к нам на канал, и мы будем молиться. Юлия из Германии написала, я на Пасху просила молиться за моего брата, о новой работе и квартире. С 1 июня перешел на новую работу, очень доволен, а с июля он переезжает в новую квартиру. Огромное спасибо Господу нашему и вам. Вот так вот. Слава Богу. Светлана Пустозерова пишет, дорогие мои братья и сестры, я вас благодарю за ваши молитвы, Господь услышал, я получил работу. Спасибо за молитвенную поддержку. Добрый вечер, драгоценные братья и сестры, хочу поделиться свидетельством Божьей славы в моей семье. На протяжении шести лет Господь являл такую милость к моему сыну. Айрат на третьем курсе во втором семестре перешел на бюджет, все государственные экзамены сдал на отлично, он закончил институт с красным дипломом, и невестка Диана тоже закончила с красным дипломом. Вся слава Господу. Спасибо вам за молитвы, процветание нашему любимому каналу ТБН. Павел, мир Божий, братья и сестры, просил молиться за операцию Андрея по урологической части. Операция прошла успешно, завтра Андрея уже выписывают из стационара. Жив Господь, его имя да будет прославлено и возвеличено во веки веков. Аминь. Елена Кукушкина, 27 мая посылала молитвенную нужду за возвращение к Богу сыновей. Аллилуйя, Господь ответил. 5 июня сын принял водное крещение. Много может усиленная молитва праведная. Слава Иисусу. Лариса Берендеева, благодарю за молитвенную поддержку, просила молиться за исцеление дочерей. Слава Господу, они поправились. Здесь Наталья Острогорская из Украины пишет, вчера прочитала вашу статью, как любит Бог, о любви Бога ко мне. До этого не спала по ночам, 7 дней, страх ощущала. Сегодня ночью спала спокойно, до утра и не просыпалась. Ох, это огромное чудо и свидетельство для человека, который реально не спал несколько ночей. Это прямо вау. Надежда просила молиться за Никиту и Катю, чтобы успешно сдали экзамены. Огромное спасибо за ваши молитвы, Бог верен. Экзамены сдали. Аллилуйя. Ирина Мишина, спасибо вам за молитву, за сына Проспера Андрея. Сегодня он сдал экзамен в школе на отлично. И вот последнее свидетельство просто великолепное. Елена Комарова, пришла из России. Святые, спасибо за молитвы. Покупатель квартиры нашелся. Аллилуйя. Это на самом деле, знаете, удивительно вот что, что даже какие-то простые вещи, но мы получаем ответы от Бога. Мы видим, как Бог, как любящий Отец заботится о нас. Не просто приходит к нам, знаете, какие-то экстренные ситуации, когда уже совсем никак. Но нет, даже какие-то простые вещи. Это сейчас для кого-то, кто проходит экзамены, для него экзамены, это просто свет клином сошелся на этих экзаменах. Но пройдет 5 лет, 10, 15, 20, думаешь, какие экзамены, ты даже не будешь помнить, как звали преподаватели. К сожалению, это так бывает. Но Бог помогает, и Бог рядом. Несколько зачитаю молитвенных просьб. Если вы не услышали свою молитвенную просьбу, не думайте, что мы не молимся за вас. Мы молимся за вас также. Камшат Шарипова. Прошу помолиться за продажу дома. Азипа. Прошу помолиться за роды у Гульмиры. Маргарита Япарова. Помолитесь, чтобы моя дочь Вита продала дом, купила новое жилье для себя и детей. Анара. Со вчерашнего дня сильно болит голова, давление понижено. Пожалуйста, помолитесь. Катерина. Помолитесь за мужа от Господа для дочери. Екатерина Кострач. Прошу молиться за исцеление сына от простуды и за его желудок. Азипа. Помолитесь за исцеление Булата от инфекции и бактерий. Елена. Прошу молиться за меня за разрушение диагноза, который поставили врачи после биопсии кишечника. Хронические... Ой, боже мой. Это просто название здесь болезни. Я никогда в жизни, наверное, не прочитаю. В общем, мы будем молиться за вас, Елена. Так, Элина. Прошу помолиться за финансовый прорыв и духовный. Прошу помолиться за исцеление Марии, просит Татьяна. Друзья мои, давайте будем молиться сейчас. Я единственное прошу вас, пожалуйста, не будьте наблюдателями молитвы. Будьте молитвенниками. Давайте молиться вместе. Сейчас. Отец Небесный. Мы молимся за каждого из этих людей. Мы приносим их на руках молитвами. Мы молимся сейчас. И если вы можете молиться на языках, молитесь на языках. Мы молимся за вас. И благословляем вас. Благословляем вашу жизнь. Благословляем ваше здоровье. Ваше финансы. Ваше селье, ваши экзамены предстоящие, ваши движения, какие-то события с недвижимостью, продажа, покупка, переезды. Мы молимся за вас. И благословляем вас. Во имя Исуса Христа. Мы говорим, пусть Господь будет Богом в этой ситуации. Пусть Бог будет решаем его обстоятельства. Во имя Исуса Христа. Мы молимся за каждого, кто суждается в исцелении. Мы говорим, будь осцелена во имя Исуса Христа. Мы благодарим и воздаемся славу и нашему Государу. Мы благодарим Твою Богу за то, что все те молитвы, которые прислали люди, которым его знали на вас. Просчитайте. Но ты видишь, и знаешь, и Господь, и мы благословляем во имя Исуса Христа. Каждому человеку. И пусть чудо происходит в жизни. Во имя Исуса Христа. Иисуса Христа. И добудется слава и честь нашему Государству. Аминь. 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 Дух Святой сошел в Пятидесятницу на землю. И он всегда есть и был здесь. Вопрос только один. Хотите вы его принять или нет? Если хотите, пожалуйста, это ваш подарок. Это ваш дар. Это для вас. И Дух Святой для вас. Он ваш утешитель. И дар говорения на иных языках получить просто. Если вы хотите, вы его получите. Нужно просто начать и делать. Просто перед тем, как мы будем молиться, я хотел это обязательно озвучить. Вот представьте, вот этот стакан, который вот сейчас бы, если бы мы были под водой, а это вот ты, да. И вот просто стакан открыт. И ты вот просто погружаешься. Крещение Святым Духом вот так происходит. И мы сейчас как раз будем молиться об этом. Не нужно ни этого заслуживать. Не нужно, ну, как-то вот пытаться каким-то быть, да. Я уверен в том, что каждый человек, который нас смотрит и который хочет, ревнует, он может прямо сейчас заговорить. Возможно, даже вы уже заговорили до этой молитвы. Абсолютно не важно. Если этого не произойдет во время эфира, вы можете заговорить ночью, там, завтра, через месяц, через неделю, без разницы. Под душем? Да. Как правило, там люди расслабляют. У меня под душем особенно переживают. Давайте будем молиться, да. Вадим, вы начните. Ирина, продолжите, я завершу. Да, давайте присоединяйтесь к нам. Отец во имя Иисуса Христа. Каждый человек, который сейчас смотрит нас в этом эфире, мы соединяем нашу веру. И мы убеждены в том, что всякое обетование, оно исполняется через Иисуса Христа, через Его кровь. Для каждого человека. И всякий, кто, человек, который сегодня просит, просит о крещении, я молюсь о том, чтобы это происходило прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. И просто начинайте говорить. Буквально минуту я вместе с вами сейчас поговорю. Это говорение, молитва моя будет за вас. Это определенный звук. Не фокусируйтесь на этом звуке. Но эта атмосфера, она будет сейчас в вашем доме важна. Ну, прикасаться к вам будет Дух Святой. Господь. Просто начинайте говорить на языке. Это очень просто. Отец во имя Иисуса Христа. Каждый, кто сейчас ревнует и желает, пусть переживет этот свой личный опыт прямо у себя дома. На диване, на кухне, где бы он ни находился, за рулем во имя Иисуса Христа. Примите Духа Святого. Прямо сейчас. Господь, сойди на каждое жаждущее сердце Божие. Коснись Дух Святой. Сойди на каждого человека. И пусть жаждущие люди заговорят на языках во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот потрясающий дар Святого Духа. И этот потрясающий дар говорения на этих языках. Когда мы молимся на языках, мы тайно говорим Богу. И этого никто не знает, и никто не понимает, и никто не может понять. Но никто не знает больше, что в человеке, кроме Духа человеческого, кроме Духа Святого, который внутри вас. И мы молимся о том, чтобы этот дар говорения на этих языках, чтобы он стал для вас таким же естественным, как говорить на русском языке, как просто приходить в свою тайную комнату и молиться. И мы молимся и просто молимся и благословляем вас, чтобы вы примите Духа Святого. Примите Духа Святого. Примите Духа Святого Он рядом всегда Все эти годы, все эти дни, все эти месяцы Был рядом с вами Всегда просто примите Духа Святого Скажите, я принимаю Святого Духа Я принимаю крещение Святым Духом И начните говорить на иных языках Будьте благословены И вся слава да будет нашему Господу Аминь Друзья мои, так быстро пролетело время нашего эфира И я хочу просто дополнить еще Просто подвести некий итог Друзья мои, даже повторить просто Духа Святого мы можем принять Потому что Он уже сошел на эту землю Он здесь, Он всегда рядом И всегда близко И мы можем только принять Мы не можем умолить Бога, чтобы сошел на Дух Святой Мы не можем его упрашивать об этом Потому что Он уже все дал Это как кто-то однажды рассказал Очень хороший пример Представляете, вы папа Вы приготовили дома борщ Приходят дети ваши со школы, голодные Говорят, папа, дай борща Как хорошо, что вы просите борща Вот он Они смотрят на вас и говорят Папа, дай борща, пожалуйста Дети, вот борщ, берите, ешьте Папа, пожалуйста, дай борща Решает плакать Дети, вы меня пугаете Вот борщ, берите, ешьте Папа, я умоляю тебя Дай борща Папа уже борь в тебе Аккуратно вот Умывание борщом делает Они вытираются все Говорят, папа, дай, пожалуйста, борща Понимаете, вот Чтобы не было такого Потому что борщ готов Все приготовлено Дух Святой здесь Просто примите Спокойно принимайте Святого Духа И молитесь на иных языках И будьте благословенны И присылайте свои свидетельства Я уверен, после сегодняшнего эфира Будет много свидетельств Пожалуйста, поделитесь этим Друзья мои, я сразу хочу Пригласить вас на следующий эфир Который будет 25 июня И мы будем продолжать Говорить о Святом Духе Тема будет такая Утешитель напомнит вам Мы будем говорить о Духе Святом Как об утешителе Как о том, который напоминает нам Слово Божье Который наставляет нас Который помогает нам Идти по жизни Который направляет нас Дает нам ведение Как идти Какие решения принимать Как это все взвешивать Как это решать внутри себя И об этом мы будем говорить В следующую пятницу В 19.00 по Москве Поэтому присоединяйтесь Ну а на сегодня все Спасибо вам большое Что вы были у нас в гостях С вами был Кирилл Косов Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»